Здравствуйте! В эфире новости 4 Забайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ в студии Анжелика Панибрашина. Спонсор выпуска – магазин «Планета одежды и обуви» и коротко о главном. Отчет Министерства природных ресурсов как мерило вовлеченности администрации в проблемы забайкальцев, даже те, которые появились совсем недавно. В крае продолжается мусорная реформа и процесс борьбы с твердыми бытовыми отходами приобретает все большее значение. Наш репортаж – пожары, потопы и газификация. На озере Кенон пятый день никто не отдыхает. Проект постановления подготовлен к закрытию пляжа. Вот такое смелое заявление прозвучало на планерке в мэрии на этой неделе. Но плохо администрация знает свой народ. Наш репортаж – с берегов Кенона. Тяжело быть водителем в Чите. Все против него. Ямы на дорогах, плохой асфальт, гололед и неправильные светофоры. Наш специальный репортаж – мучение автомобилиста. Специально к приезду премьер-министра Мишустина мы решили спросить у жителей Забайкальского края, что именно беспокоит их в нашем регионе. Репортаж с улиц города. Красивые кадры, нужные вопросы журналисты на государственном обеспечении. Наши независимые СМИ не пустили на мероприятия по проверке объектов высшими должностными лицами государства. А потому мы решили узнать, что именно беспокоит граждан и на что необходимо в первую очередь обратить внимание. Что вы ожидаете от этого приезда? Пусть почаще к нам приезжает. У нас всегда такая будет чистота и порядок, как сегодня. А какую бы вы самую главную проблему обозначили, которую стоит решить высшему руководству страны? На благоустройство, наверное. Города на медицину. Плохая медицина? Ну, у нас не хватает же врачей. У нас очень мало врачей в Край. Все хорошие врачи уезжают от нас. В Край приехал Михаил Мишустин. Что ожидаете от его приезда? Ничего. Что-нибудь может измениться? Не знаю. А какие бы проблемы вы обозначили у нас в Забайкальском Крайе, на которые стоит обратить внимание высшему руководству страны? Мусор. Мусора много? Много мусора. В Край приехал Михаил Мишустин. Что вы ждете от его приезда? Да ничего не уничтожено. В Край приехал Михаил Мишустин. Что вы ожидаете от этой встречи? Ой, понятия не имею. Самое хорошее всего. Ничего, мне кажется, не изменится. В Край приехал Михаил Мишустин. Что вы ожидаете от его приезда? Ну, не знаю. Все, в принципе, и так неплохо, а что? Что вы ожидаете от этой встречи? Спасибо, ничего. Да хотелось бы, конечно, лучшего ожидать. Какие-то перемены, каких-то изменений в нашей жизни. К приезду Михаила Мишустина подготовились серьезно. На территории всех больниц действует усиленная охрана. На что бы вы в первую очередь обратили внимание? Боя путь на пакет. А, не знаю, Минздрав, наверное. На безработице. У нас, наверное, вот мы сейчас идем с медицинского центра все-таки обратить внимание на оказание медицинских уфлук. Очень сложно нам попасть в клинику вот человеку болеющему. Месяц ожидали очередь. Я думаю, на безопасность вот эту в связи с паводками. Людей же много топит, да? Надо что-то предпринимать им. Под зырявлем пусть проедет, посмотрит. Как вы думаете, на что в первую очередь нужно обратить внимание? Наверное, на то, что у нас врачей не хватает все-таки в Сабайказском крае. Ну, конкретно вот в Чите, я не знаю, как по краю. В Чите, да, сложно записаться на прием к любому врачу. Особенно к каким-то узким специалистам, там, неврологу, урологу. Очень сложно. Ну, по счастливой случайности, к нам еще и приехал министр здравоохранения Мурашко. А, да? Вы думаете, что-нибудь изменится с его приездом? Ну, если до него донесут достоверную информацию, то я думаю, что они могут как-то повлиять. А вот, кстати, и Михаил Мурашко. Вокруг него врачи и ни одного журналиста. Кто будет доносить до него достоверную информацию, остается загадкой. Значит, с приемом мы пациента можем записать как на диагностические методы исследования, так и на лабораторные. Ну, на примере. Какую-нибудь историю откройте. Это вот уже ее? Это мы уже в истории. В истории. Да. Вот записи. То есть мы можем открыть все события и посмотреть. А не по диагнозам как? Посмотреть удалось недолго. Завидев камеры ЗАП-ТВ, пресс-служба Забайкальского Минздрава сразу же преградила нам путь. К сожалению, нам не удалось полностью снять, так как пресс-служба попросила покинуть помещение. Видимо, какие-то вещи есть, о которых не стоит говорить по телевидению. Вот так организовывается освещение приезда первых лиц краевой пресс-службой. В результате народ узнает только то, что ему положено, и не услышит, какие проблемы были решены практически. Ну, рабочие места надо, конечно. Это благоустройство. Я считаю, газово на ней, все, видите, в каком состоянии. Ну, быстрее бы сделали наши дороги. Это что-то вообще с чем-то, пробки замотали. Ну, и медицину бы вообще бесплатно бы желательно. При бабках, пенсионерам? На все. На медицину на все. Медицина. Прежде всего. А все остальное, там, дороги и так далее, это на втором плане. Жить в Чите классно. Классно. Нас все устраивает. Мы сами себе что хотим, какую жизнь так устроим, поэтому, знаешь, все хорошо. Теперь высшие лица правительства Российской Федерации своими глазами могут увидеть, с чего хотят жители Забайкальского края. А мы с вами прощаемся. Вячеслав Правдин, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. Отчет Министерства природных ресурсов за первое полугодие этого года как пример того, как надо мастерски обозначать проблемные точки в жизни региона, оставляя за скобками пути их эффективного решения. Вопросом этим не один год, но мы возвращаемся к ним снова и снова. Все подробности в материале моих коллег. Отчет Министерства природных ресурсов. Забайкальского края с первых минут обещал быть значимым, хотя бы потому, что на нем присутствовал Александр Осипов и вникал в события. Насколько это обещание оправдало свои ожидания, момент спорный, поскольку круг вопросов, рассмотренных во время заседания, достаточно обширный и серьезный. И краевые органы, и экспертов, внешние различные органы организации, высказаться на наиболее ключевых, важных вопросах взаимодействия, направлениях работы министерства. После призыва губернатора к министру природных ресурсов сделать свой доклад как можно более сжатым, на присутствующих обрушился поток информации, затрагивающий все стороны жизни забайкальцев. Объем финансирования на реализацию полномочий министерства в 2022 году составляет 3 миллиарда 560 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом финансирование увеличено на 788 миллионов рублей, то есть увеличение произошло на 28 процентов по сравнению с 2021 годом. Финансирование за счет средств федерального бюджета составляет 2 миллиарда 854 миллиона рублей, за счет средств краевого бюджета 706 миллионов рублей. Представленные суммы помогают участвовать в государственных программах и национальных проектах, направленных в первую очередь на сохранение существующей экосистемы и преодоление последствий природных и техногенных катастроф. Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года по состоянию на 12 число на территории лесного фонда Забайкальского края зарегистрировано 328 лесных пожаров на общей площади 39,2 тысячи гектаров. На сегодняшний день действующих пожаров на территории края нет. Надзорными органами было поймано 14 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, а также было составлено 184 протокола за нарушение пожарной безопасности. Но, несмотря на все усилия, леса горят, что само по себе дело хлопотное. А между тем, президент России Владимир Путин потребовал, чтобы площади лесных пожаров к 30-му году были сокращены на 50% и тушились в первые сутки с момента обнаружения. Отсюда Министерство природных ресурсов предлагает усилия для увеличения мониторинга за лесным фондом, а также по лесовосстановлению и лесоразведению. Но мы помним, что у нас не горит, то может утонуть. В первом полугодии 2022 года удалось доказать Росводоресурсам включение новых объектов, а также скорейшее завершение уже начатых объектов. В результате на 2022 год предоставлено 144,4 миллионов рублей субвенций. Отмечаю, что Забайкальский край по предоставлению субвенций находится на первом месте в субъекте ДФО. За счет субвенций финансируются следующие работы. Работы по углублению русла реки Чита в городе Чита на участке от моста по улице Ковыльной до устья реки Чита. Срок завершения работ по контракту 24 год, но учитывая опережающие темпы выполнения работы, завершение будет закончено в 2022 году. Также пройдут работы по регулированию русла реки Кия в Шилке, что в прошлом вышло из берегов, затопив множество домов. Вообще у Министерства природных ресурсов не получается работать на опережение. Спрогнозировать паводки, которые второй год захлестывают забайкальцев, признать, что причиной наводнений могут быть артели, которые бесконтрольно вырубают леса или добывают природные скопаемые. У нас не получается. Равно как и отсыпать берега или почистить русло рек. Хороший пример этому село Верхчита, жители которого написали заявление в суд на Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Чиновников обвинили в бездействии, которое привело ко многочисленным бедствиям. По мнению сельчан, таких катастрофических последствий можно было избежать. Но о промахах на подобных отчетах говорить не принято, хотя проблемные вопросы невозможно избежать. Продолжение мусорной реформы, дрова и вопросы собравшихся в следующей части серии сюжетов «Потопы, пожары и газификация». Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с губернатором Осиповым услышал подробный рассказ о резидентах ТОР и поддержал эти проекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Он отметил, что реализация инвестиционных проектов дает толчок развитию территорий. Со слов, развитие перерабатывающей промышленности высокой добавленной стоимости поможет привлечь еще больше инвесторов, создать рабочие места, развить социальную инфраструктуру и дороги. Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Читу с Юрием Трудневым и Алексеем Чекунковым. Накануне порталу ЗАПРУ отказали в аккредитации. Накануне его визита журналисты ЗАПТ-ТВ выпустили ряд сюжетов с хэштегом «Мишустин услышь». Прокуратура Забайкальского края начала проверку по публикациям СМИ о нарушении прав жильцов падающего дома в микрорайоне Северный в Чите. Руководство прокуратуры Центрального района города выехало на место для уточнения доводов жильцов. Об этом сообщили накануне в телеграм-канале прокуратуры региона. Прокуроры после оценки доводов жильцов могут принять меры прокурорского реагирования. В июне 2021 года сотрудники надзорного ведомства уже обязывали администрацию Читы расселить аварийный дом и изъять квартиры. Для включения в программу по расселению дом должен был быть признан аварийным до 1 января 2017 года. Здание внесли в эту категорию только в 2020 году, но фактически оно накренилось до 2017. Центральный районный суд, по данным прокуратуры, обязал правительство Забайкальского края внести дом в микрорайоне Северный 39 в программу по расселению. Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан, семьям, утратившим кормильцы, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила Ассоциация АКН. Также в организации выступили за субсидии на оплату коммуналки для всех малоимущих вне зависимости от наличия у них задолженности. Инициативу поддержали и в комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое. Ее глава Ирина Булгакова заявила, что списание будет происходить только для малоимущих семей. Ранее стало известно, что долги россиян за ЖКХ по итогам первого квартала этого года составили без малого 805 миллиардов рублей. Исполняющим обязанности главного врача Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра назначен Рустам Майолович Чуданол. Об этом запру сообщили источники. В сфере здравоохранения информацию подтвердил и Краевой Минздрав. Ранее он возглавлял республиканский противотуберкулезный диспансер в ТВ. По специальности Чуданол-хирург окончил Красноярский медицинский институт и является членом партии «Единая Россия». Напомним, что бывший глава учреждения Павел Фадеев уехал в Чечню и занял пост первого замминистра здравоохранения республики. Субтитры сделал DimaTorzok Солгавшим в малом, сомневаешься в большом. На планерке при руководителе администрации Читы очередной конфуз. При бодром докладе о текущем состоянии дел в городе один из выступающих допустил недостоверное высказывание, которое легко опровергнуть. И как после этого верить остальной части доклада? Все подробности прямо сейчас. Товарищи, это вопрос очень деликатный. Где-то очень огорчительный. Меня лично это просто убивает. На озере Кенон пятый день никто не отдыхает. Проект представления подготовлено. Такой дюйм, дальше. Это более чем смелое заявление, учитывая солнечную погоду вокруг, а также то, что озеро Кенон находится в черте города и не огорожено колючей проволокой. К великому огорчению администрации, ведь им проще запретить закрытие, никого не пускать, чем что-то решать, помогать и обустраивать. Еще один маленький, но довольно-таки большой вопрос. Ой, жизнь состоит из одних вопросов. А хочется, чтобы она состояла из одних ответов? Разумеется, положительно. Возникает только один вопрос. Зачем вводить в заблуждение собравшихся на планерке, что примечательно, никто из присутствующих его не поправил, даже сотрудники МЧС. Порадовались только журналисты, что присутствовали на совещании, ведь лукавство чиновников – это всегда прекрасный информационный повод. Другое дело, как теперь верить остальной части доклада. В тот же день наша съемочная группа выехала на пляж озеро Кенон, и да, мы не ошиблись, сотни взрослых и детей загорали и купались, несмотря на рабочий день. Как бы жить здесь рядом и прийти покупаться, мы не должны ни у кого спрашивать. То есть это же вода. А не страшно, не боитесь? Нет. Качество воды из-за мусора на пляже. Ну, его же должна убирать и городская администрация, и те люди, которые приходят, не убирают за собой грязь. А вот и нет, никто никому ничего не должен. Из года в год одни разговоры по поводу мусора, благоустройства пляжей и качества воды. Ничего не меняется, начиная с парка личных автомобилей, из которых люди уже в купальниках идут к воде, мусорных кучах и следов от костров. Здесь призывы к сознательности разбиваются о сознании четинцев. У городской власти наладить регулярную уборку и поставить контейнеры под мусор руки не доходят. Вы здесь рядом живете, вы здесь видели, проводили беседы, раздавали листовки, волонтеры работали? Нет. Все лето вы не видели, чтобы мусор здесь убирали, что еще делали? Ну, может быть, в какой-то период времени, конечно, убрали его, но чтобы кто-то агитировал. Ну, как-то летом здесь было, кричали, что далеко заплывать нельзя. А именно конкретно, чтобы были активисты, которые приходили бы рассказывали. Нет, такого не было. Как позднее выяснилось, девушка была не права, просто пляж делится на две части. От клуба юных моряков к центру убирают довольно регулярно. Работают сотрудники администрации и МЧС, раздают памятки поведения на воде. А вот в сторону Гресса совсем дикая его часть, куда редко доходили люди с мешком под мусор. Кому как повезло, даже смеяться над этим не хочется. Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем. Место под солнцем на юге, в Сочи. Занимаюсь сатирой. Русской или иностранной? Нашей. По 19 веку? Нет, современной. У вас потрясающая профессия, вы занимаетесь тем, чего нет. Любая ирония или даже сарказм малосостоятельна при описании работы нашей администрации или жизни читинцев. Потому что любое сатирическое преувеличение может произойти в реальной жизни. Чиновник лукавит, глядя в камеру, при молчаливом одобрении коллег. Норовит закрыть это непотребство, именуемое городским пляжем. А жители рвутся к воде, отдохнуть, позагорать. Сегодня, вчера и на протяжении пяти последних дней. На что рассчитывают, господа чиновники, что около правительственной СМИ этого не заметят, а независимые не воспримут якобы всерьез. Что вы нам покажете? Да он вам все покажет! Мы вам ничего не позволим показывать! Замолчите! Мы вам сами все покажем! Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов. ЗАП-ТВ. Автомобилист – это особо угнетаемая часть общества Читы. Собственникам автогаражного кооператива номер 6 не повезло еще больше. Странное, если не сказать, безумное решение дорожников закрыть половину дороги на выезде добавило им проблем. Еще одна бредовая идея на дорогах города. Все подробности прямо сейчас. Тяжело быть водителем в Чите, все против него. Яма на дорогах, плохой асфальт, гололед и неправильные светофоры. Холодно, машина замерзает, жарко, тает асфальт и стекает вместе с паводками в канаву. А еще пробки, отсутствие парковочных мест и чайники за рулем. Не жизнь, а сплошные испытания. Но этого мало. Такое ощущение, что где-то в мэрии сидит эдакий веном, пожирающий нервную систему водителей. Он придумывает новые мучения для автомобилистов. Вот совсем свежий пример. Автогаражный кооператив номер 6 по улице Кирова, 13. Здесь годами сложилась хорошая дорожная ситуация. Практически не происходит никаких аварийных заторов и так далее. Ну, аварий практически нет. На выезде и на въезде из кооператива хороший широкий проезд был. Пока вот не начали обустраивать эту территорию. Классическая картина. Все было хорошо, пока власти не начали что-то делать. Все радовались, пока шел ремонт. Улицы Кирова терпели неудобства, заранее предвкушая поездки по хорошей трассе. Но ликование резко сошло на нет, когда дорожники, подчиняясь неизвестно чему решению, на самом въезде в кооператив огородили половину дороги бордюром. Как видим, это вот эта пешеходная дорожка, так называемая, она ниоткуда не ведет и никуда не приводит. Ограничена очень высокими бордюрами. Нарушены, я так полагаю, ну, все вот эти социальные какие-то вещи. Доступной среды здесь и в помине нет. В чем назначение вот этого куска асфальта со всех сторон нагороженного высоким бордюром, кроме как вредительское, непонятно. В кооперативе около тысячи гаражей. Здесь и в лучшие времена утром и вечером выехать было проблематично, а теперь, когда водители вынуждены ехать по встречке, создавая самим себе дополнительные заторы, вообще одно страдание. Более того, теперь большие автомобили, пожарные машины, например, или мусоровоз здесь вообще не проедут. Это ошибочное решение администрации. Я говорю, были такие прецеденты. Допустим, был неправильно установлен светофор на улице Ленина-Баргузинска. Администрация пересмотрела, прислушивалась к мнению автолюбителей, и светофор стал функционировать нормально. Я думаю, здесь тоже, если создать общественный резонанс, обратиться к органам власти благодаря вашему телевидению, здесь тоже можно решить эту проблему. Но это же надо было думать немножко о людях-то, в первую очередь. У нас же все равно все делается для людей, а не просто так ради какой-то галочки в генеральном плане города. Автолюбители больше всего злит бессмысленность принятого кем-то решения. Пешеходной дороги там нет и не было. Сейчас владельцы гаражей собирают подписи под петицией на имя Александра Сапожникова с просьбой сделать как было. И правильно, кому еще писать. Приходится убеждать руководителя администрации не только в бесполезности, но и в опасности этого решения. Но мало им было перегороженной дороги, здесь еще и повесили знак. Утренний и вечерний трафик, он очень интенсивный. И сама дорога тоже интенсивная, она ведет из города. Вечером тут вообще просто заторы возникают. И чтобы вот сейчас, на данный момент, выехать из кооператива, это необходимо, чтобы не нарушить правила, повернуть сначала направо, потом резко перестроиться на левую полосу, и потом уже совершать только левый поворот. Это чтобы в город возможно было уехать. Но это практически невозможно. Никто особо не ждет от наших властей того, что они сделают лучше. Не ломайте, не делайте хуже. С нашими чиновниками, как с малыми детьми. Делайте, что хотите, только не трогайте ничего руками, пока не случилось беды. А то, что она случится, гадать не приходится. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов. ЗАП-ТВ. И пока это все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до встречи на телеканале ЗАП-ТВ уже завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok 18 августа благодаря инициативе Русского географического общества впредь в России отмечается День географа. В четверг погода будет облачной с прояснениями. Ветер западный 2 метра в секунду. Ночью температура от 6 до 10 и от 17 до 21 градусов тепла днем. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok